Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале финансовая независимость. Если вы пока еще не достигли этой самой финансовой независимости, тогда инвестируйте со мной. На канале я показываю свой инвестиционный портфель, состоящий из российских акций это брокер ВТБ и иностранных акций американский брокер Interactive Brokers. Также выкладываю обучающие ролики по инвестированию, различные обзоры и собственные инвестиционные мнения. Долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости. Я подтверждаю это своим 20-летним опытом инвестирования. Сегодня я продолжаю еженедельную серию публикаций общего итога по моему инвестиционному портфелю. Сейчас мой инвестиционный портфель весит 21 260 000 рублей. Подписывайтесь и будете видеть изменения и результаты инвестирования с течением времени. Особенно интересно будет во время финансового кризиса. Нажимайте колокольчик и не пропускайте эти изменения. Содержание сегодняшнего выпуска. В самом начале будет макроэкономика. Очень коротко о главном. Более подробно я освещаю экономические новости в разделах видео по российской и иностранной части портфеля на канале. Сегодня довольно много интересных новостей на сегодня. Поэтому макроэкономика будет интересна. Далее будут текущие структуры и итоги по портфелю. Там же будет в этой рубрике представлена структура кэша. Она изменилась. Чуть далее это рубрика дивидендная зарплата. Будут дивиденды за прошедшую неделю, а их было. Выведу свою ежемесячную дивидендную зарплату на сегодня. Мы будем видеть, как дивидендная стратегия будет работать в реальном времени в будущем. Далее рубрика это учет моих расходов. Надеюсь, это как-то помогает вам оптимизировать расходы, смотря на данную рубрику. Далее пятое это рубрика финансовая цель инвестирования. Ну вот тут со временем прогресс будет все интереснее и интереснее, когда будет инвестирован весь кэш. Итак, по текущей ситуации на рынках. Очень, опять же, как обещал, коротко. Постараюсь реально коротко, хотя новостей было предостаточно и вполне интересных. Позитив пока продолжается. Позитив даже усилился после недавно небольшой коррекции на американском рынке. В пятницу S&P 500 хорошо уверенно подрастал в средине торговой сессии. В глобальном смысле фондовые рынки накачивают дополнительной ликвидностью. Инвесторы инвестируют. График S&P 500 близок опять к максимуму. ОПЕК плюс решили таки сократить объемы добычи. Видимо, совсем все плохо с фундаменталом у нефти. Я думал, что не сократят. Говорил, что только будут обсуждать снижение и оставят на предыдущем уровне. Ну, сократили. Стало понятно теперь, почему нефть росла накануне. Возможно, это будет снижение, так сказать, на бумаге объемов. В общем, рынку опять дали то, что он ожидал. Ну, как минимум на словах. Справедливости ради, для устойчивого роста нефти нужно снижение объемов добычи еще больше и реально, а не на бумаге. Ну, такая еще мысль. Возможно, нефть еще и поддержали, чтобы акции с аудиорамка после IPO не завалились сразу. Такое вполне тоже может быть. Интересное, на мой взгляд, рассуждение. Ну, из приятного по ОПЕК плюс для России с полей саммита, да, это то, что из квоты России уберут газовый конденсат. Ну, для России это, в общем-то, плюс, как я уже сказал. Далее. Саудиорамка. Провели такие IPO. И таки оно стало самым большим, обойдя размещение Alibaba. Ну, ничего особенного не произошло, да и в последнее время не ожидалось по этому IPO. Оно было в основном внутренним для саудитов, внешних покупателей было немного. Напомню, что крупные западные инвестдома отказались участвовать в этом размещении. Ну, естественно, СМИ кричат, что IPO прошло великолепно. Теперь вот не завалились бы акции с аудиорамка после IPO. Ну, посмотрим. Наверняка их как-то все-таки будут поддерживать, хотя бы на начальном этапе. Далее. По торговым переговорам США-Китай. Следующая неделя наверняка будет насыщена вестями с полей торговых переговоров. Так как до повышения пошлин 15 декабря остается, по сути, всего лишь неделя. А будут новости с разными знаками. Их наверняка будет довольно много. Я не знаю, подпишут или не подпишут. Гадать опять же не буду. Но всем, я думаю, стало заметно, что новости с этих переговоров перестали быть абсолютно позитивными. Начали приходить различные высказывания. Похоже, это нормально. Подобные переговоры так и ведутся. И с официальными заявлениями, и с тонкой дипломатической икрой за кулисами. Ну, посмотрим. Скоро будет еще интереснее. Так. А пока по портфелю. Структура портфеля. Кратко напомню. Портфель состоит из двух частей. Иностранная часть у брокера Interactive Brokers. И российская часть у брокера ВТБ. Итоги такие. Иностранная часть 10 миллионов 50 тысяч рублей активов долларов. Но я перевожу по курсу для простоты восприятия. Кэша в этой части в иностранной 65%. Есть также золото. Но не буду подробностей. Так. По российской части итог 11 миллионов 210 тысяч рублей. Ну, скажу также, что все итоги по пятничным котировкам. Где-то в середине примерно торговых сессий снимались котировки. Так. Теперь общая диаграмма общего портфеля. То есть, итого по двум частям. Сведено в одну. Общая сумма портфеля в рублях на сегодня получилась 21 миллион 260 тысяч рублей. В прошлой публикации был 21 миллион 210 тысяч рублей. Таким образом, получился небольшой рост на 50 тысяч рублей всего. В процентах это около 0,2 процента. Чуть больше. Так. А далее по портфелю. Ну, кэш здесь у меня 28 процентов. Это общий кэш. И видно золото 4 процента. Пока что золото всего 4 процента. Но, вполне возможно, на намечающейся второй волне эйфории будет возможность купить золото дешевле. Я эту возможность, скорее всего, воспользуюсь. Ну, без фанатизма куплю немного. Вот. Далее. Значит, теперь диаграмма по секторам. По секторам диаграмма выглядит вот так. Значит, сектор я назвал несложно. По-простому должно быть понятно. В фонды у меня вошли все ETF и FK-системы. ETF есть страновые различные. Я уже говорил об этом. В некоторые ETF входит недвижимость. Практически все, почти все ETF в портфеле платят дивиденды. Ну, кроме финексовских. Ну, по портфелю, по вот этой диаграмме и по предыдущей, в общем-то, видно, что портфель в стадии формирования и диверсификации пока что плохая. Но также видно, что есть много кэша. И кэш со временем все исправит. Также покупка защитных активов пойдет на пользу. Ну, собственно, уже пошла на пользу общему риску портфеля и диверсификации, конечно же, тоже. Так. Ну, в общем-то, уверен, что интересно структура кэша. Она немножко поменялась. Про структуру кэша скажу следующее. На прошлую неделю структура кэша выглядела вот так. Видим, да. Теперь стало вот так. Все фонды на диаграмме содержат внутри короткий трежерис США. Они являются эквивалентом долларового кэша. Чуть ранее добавился у меня фонд Bill. Это тоже, как я уже сказал, короткий трежерис. Не буду сегодня повторяться, зачем мне трежерис. Ну, хотя бы через раз буду говорить об этом. Понимаю, что вопросов меньше не станет. Но тем, кто уже все понял, слушать одно и то же каждый раз тоже неинтересно, я думаю. По измененной структуре кэша видно, что я купил доллары на весь остаток рублей. То есть, рублей сейчас нет. И это логично, потому что рубли мне на Interactive Brokers не нужны совсем. Но надо понимать, что это тоже не является рекомендацией для вас, то есть, покупка долларов. Это мое инвестиционное решение. Нужное и важное, на мой взгляд, именно для моего портфеля. Потому что у меня и так российская часть портфеля превышает иностранную. То есть, у меня валютные риски, мягко говоря, высоковаты. Поэтому я эти риски уменьшил покупкой долларов. Ну, рублевая часть у меня великовато, надо это понимать. Вот я и понимаю. И это мое решение. Вы должны поступать по-своему, исходя из ваших целей, текущей структуры портфеля и конкретно вашей финансовой ситуации. Далее, сделки по портфелю. Ну, про сделку я уже рассказал. Это была покупка долларов. Других сделок не свершилось. Похоже, буду покупать еще защитные активы. Особенно, если эйфория у американцев продолжится. Важно, копирование моих покупок может навредить конкретно вашему инвестиционному портфелю. Обратите на это внимание. Учтите это. Продолжаем. В этом итоговом отчете по субботам я показываю дивиденды за прошедшую неделю и вычисляю свою ежемесячную дивидендную зарплату от инвестиционной деятельности. По российской части моего портфеля за прошедшую неделю дивиденды не приходили, но это нормально. Российские компании практически уже все выплатили дивиденды в этом году. Остались копейки. По иностранной части были дивиденды от фонда DESS, от автопроизводителей Ford и от компании Westrock. Тикер ВРК. По порядку DESS выплатил 2 доллара 75 центов. Ford выплатил 15 долларов. ВРК 18 долларов 60 центов. Итого получилось 36 долларов 35 центов. Я очистил эту сумму сначала от 10 процентов, которые забрал Interactive Brokers. Потом вычил 3 процента, которые заберет российская налоговая. Ну, она эту сумму заберет, поэтому есть смысл учитать уже сейчас. Получилось 31 доллар 73 цента. Раньше я уже получил дивидендов по иностранной части на сумму 820 долларов 44 цента. Складываю сегодняшнюю цифру и прошлую. Получилось и того, с начала года я получил дивидендами по иностранной части 852 доллара 17 центов. Перевожу в рубли для конечного расчета. Ну, грубо по курсу 63,7 за доллар. Ну, получилось у меня 54 283 рубля. Российская часть моего инвестиционного портфеля принесла мне с начала текущего года 611 554 рубля за вычетом налога в 13 процентов. Складываем и получаем. Ну, складываем российскую часть и иностранную часть. Получается 611 554 плюс 54 283 получается 665 837 рублей. Это сумма в рублях дивидендами я получил с начала года. Делим эту сумму на 12 месяцев. Это не совсем корректно, потому что год еще не закончился, но наглядно. Ну, практически уже заканчивается год, так что это деление вполне уже можно считать корректным. Получаем 55 486. Это вполне неплохая месячная зарплата. Прирост относительно прошлой недели, правда, совсем небольшой, но он есть. И это всего лишь за неделю. То есть, недельный прирост это очень хорошо. Так постепенно и двигаюсь в направлении финансовой независимости. Кэша в портфеле много и он почти не работает на данном этапе. Когда я его инвестирую, то приближусь к финансовой независимости заметно. Ну и после этого шаги в этом направлении станут уже пошире, поинтереснее. А сейчас о моих тратах за прошедшую неделю. По учету расходов. Прошла первая неделя декабря. В таблице мы видим расходы. Расходы на двух человек. Неделя вполне была бы рядовая, если бы не налоги. Я заплатил налоги за движимость и за недвижимость. Немного просрочил, это неправильно, но это не страшно. По остальным расходам все в рамках привычных значений. Хотя нет, была массированная закупка в Ашане. Что сказалось на такой статье, как еда и продукты. Но это примерно раз в месяц происходит, поэтому ничего страшного и интересного здесь нет. По моим затратам в общем-то все. Далее о достижении финансовой независимости. На канале ранее было видео, в котором я показал, что я уже достиг уровня финансовой безопасности. И соотнес свои фактические планируемые расходы с доходами от инвестиций. Посмотрите это видео о финансовой безопасности и независимости. Сделав расчеты в этом видео, я пришел к выводу, что уровень финансовой независимости для меня наступит при ежемесячном доходе от инвестиционной деятельности. 180 тысяч рублей. Цель инвестирования. В общем-то это и есть цель моего инвестирования. Напомню, что финансовая независимость для меня это когда можно уже не работать. То есть прежде всего это независимость от работодателя. Так вот, если соотнести текущую дивидендную зарплату от инвестиционной деятельности, которая была рассчитана сегодня чуть ранее, ну то есть сумма 55 486 рублей с целью получения 180 тысяч рублей, то получится, что цель уже выполнена на 30,8%. Пока что процент выполнения цели растет медленно, меняется совсем на чуть-чуть, но это потому, что много дивидендов уже выплачено ранее и много кэша в портфеле, который почти не работает на данном этапе. Когда будет инвестирован весь кэш и от этих инвестиций пойдет дивидендный поток, тогда все будет гораздо приятнее и интереснее. Со временем эта рубрика станет существенно интереснее и еженедельный прогресс уже будет ощутимее. Подписывайтесь, инвестируйте вместе со мной, смотрите за моими шагами на пути к финансовой независимости. А на сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. С вами был Александр, пожелаю вам удачных инвестиций. До скорых встреч на канале Финансовая независимость. Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.